Три самых дурацких мифа о раке. Из-за мобильного телефона возникает рак головного мозга. Это не доказано. Здравствуйте, меня зовут Алексей Маковозов, я врач-онколог, онкохирург, заведующий онкоурологическим отделением областного онкологического диспансера города Днепра. Что свидетельствует это возникновение рака. А возникновение рака могут свидетельствовать несколько симптомов. Это такие, как общая слабость, недомогание, отсутствие аппетита, потеря веса, примесь в крови, в моче, в кале, в мокроте, повышение температуры тела. Зачастую это незначительное повышение, так называемый субфидрилитет 37,2-37,3, с которым в принципе человек может приспосабливаться жить, но это не нормально. Если у вас есть такие симптомы, то нужно обязательно обратиться к врачу. Рак болит? Нет, рак не болит. Болит только в запущенных случаях. Поэтому очень важно ежегодно проходить медосмотры, издавать элементарный набор анализов, которые позволят нам выявить заболевание на ранних стадиях. Почему некоторым пациентам с раком показана операция, а некоторым нет? Это зависит от запущенности, от распространенности заболевания. Также от гистологического строения опухоли, так как некоторые опухоли, допустим, гормоночувствительные. Поэтому методом выбора есть гормональная терапия. Некоторые опухоли поддаются очень хорошо химиотерапии. Также метод выбора химиотерапия. Зачастую мы, конечно, в своей практике применяем комплексный подход. То есть, это несколько видов лечения на одну опухоль. Ну, а в общем, конечно, к каждому пациенту мы подходим индивидуально. Саркома, бластома, лейкоз – это все рак? Да, это все злокачественные заболевания, которые можно объединить в одно понятие, как рак. Но, если более детально, так саркома – это болезнь, которая развивается из соединительной ткани. Бластома – это злокачественная опухоль, которая из эмбриональной ткани. Лейкоз – это заболевание крови злокачественное. Также есть и другие варианты рака. Как понять, что лечение рака проходит эффективно? Ну, в процессе лечения злокачественных опухолей мы ориентируемся на несколько критериев. Это, во-первых, как субъективное состояние пациента, как он себя чувствует, теряет вес или, наоборот, набирает аппетит, есть, нет, температура и так далее. А также объективные методы критерий оценки. Сюда мы вносим и компьютерный томограф, МРТ, УЗИ, анализы крови, онкомаркеры, биохимические показатели. Проанализировав несколько методов объективного исследования, мы можем сказать о прогрессии заболевания, стабилизации процесса, либо регрессии. Какой рак лечить сложнее всего? Ну, сложнее всего лечить запущенные формы рака. Рак на первых, на ранних стадиях не болит, никак себя не проявляет. Вот здесь выходит на первое место ценность медосмотров, которые нужно проходить регулярно, раз в год. У вас есть семейный врач, есть элементарный набор анализов и методов исследования. Это такое, как общий навес крови, общий навес мочи, ПСА для мужчин, УЗИ исследования. Вот их нужно делать регулярно. Это позволяет нам выявить злокачественную опухоль на ранних стадиях и успешно с ней бороться. Чем отличается иммунотерапия от химиотерапии? Химиотерапия это лечение, можно сказать, так в прошлом роде называется лечение ядами. Это лечение высокотоксичными препаратами. А иммунотерапия, она выходит в последнее время даже на первое место. Это лечение, направленное на эмуляцию, так сказать, собственной иммунной системы организма для того, чтобы побороть злокачественную опухоль. Как часто нужно проверяться после выхода в ремиссию? После выхода в ремиссию кратность исследования зависит от патологии. Чаще всего это в первый год, это четыре раза в год, каждые три месяца. Второй год раз в полгода и так до пяти лет. После пяти лет, если нет рецидива болезни, раз в год. Откуда возникает рак? На этот вопрос, к сожалению, однозначного ответа нет. В каждый день в нашем организме в связи с изменением ДНК, а также влияние извне повреждающих факторов, такие как канцерогены, образуются множество патологических клеток, с которыми успешно до какого-то момента борется наша иммунная система. Ну, в какой-то момент жизни происходит сбой в иммунной системе и вот эти вот патологические клетки начинают делиться. Оттуда и возникает опухоль. Доброкачественная и злокачественная опухоль. В чем отличие? Ну, на самом деле, очень большое отличие между доброкачественными и злокачественными опухолями. Доброкачественные опухоли растут в капсуле, характеризуются зачастую медленным ростом, не дают метастазы в другие органы и, по сути, они для жизни не опасны. В отличие от злокачественных, которые характеризуются быстрым безудержным ростом, прорастают соседние органы, нет у них четкой своей капсулы и могут давать отдаленные метастазы в другие органы. Три самых дурацких мифа о раке. На мой взгляд, первый самый дурацкий миф о раке, это со стороны как хирурга, это когда пациенты говорят, что во время операции попадет в воздух и опухоль начнет быстро делиться. Второй дурацкий миф о раке, это то, что говорят, из-за мобильного телефона возникает рак головного мозга. Это не доказано. Третий миф, рак это приговор. Я хочу развеять этот миф и сказать, что в современном мире на ранних стадиях очень успешно проходит лечение, переходит в хроническую болезнь. Почему не существует лекарство от рака? Ну почему не существует лекарство от рака? На самом деле, нужно сказать, что сейчас во всем мире все ведущие компании постоянно находятся в активном поиске новых лекарств для лечения злокачественных опухолей. К сожалению, нет одной таблетки какой-нибудь, которая позволит, универсальная таблетка, которая позволит излечить от рака человека. Но, тем не менее, у нас в арсенале есть препараты, которые помогают добиться хороших результатов в лечении злокачественных опухолей. Правда ли ложь? Курение равно рак легких. Ну не совсем так. Курение повышает риск заболеть раком легких. И не только легких, а также и заболевания других органов и систем. Когда узнаешь диагноз, болезнь начинает развиваться быстрее. Положительный настрой человека в лечении злокачественных образований имеет колоссальное значение, как для самого пациента, так и для врача. Рак не приговор. Да, рак не приговор. При своевременном выявлении злокачественных образований лечение очень даже успешное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова